друзья всем привет добрый день я сегодня покидаю уже мерсин вчера приехал здесь переночевал сейчас покажу вам марину и поеду дальше на восток на северо-восток я приехал в марину показать вам здесь марину как выглядит марина в общем у них здесь большая парковка бесплатная единственное там на въезде стоят девчонки с телефонами и они проверяют qr-коды я и сказал что у меня нет qr-кода наготоки проезжайте все легко и просто но на самом деле это все как бы шуточки прибауточки дело-то это серьезная к вид серьезные влиятельные люди заболевают и много людей умирает поэтому не шутите с этим пожалуйста друзья мои покажу какие у них здесь кораблики ресторанчики возможно пообедаю и поеду дальше потому что я так понял многие достопримечательности интересные они находятся где-то на окраине мерсена туда надо ехать а в самом мерсене но вот как-то так здесь в принципе разного калибра и размера и вообще форму есть яхты уже совсем отличается от каких-то мест которые я проезжал до этого поэтому если вы путешествуете на яхте вы можете сюда в эту марину зайти на яхте здесь всякие разные магазины начиная от электроники вещей каких-то мелочей вот бургеры все 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 торгово-развлекательный комплекс но опять же то есть qr-код они проверяют но маски здесь практически никто не носит кстати касательно демонстрации какие-то люди бегали сегодня по городу с флажками и сегодня как бы суббота я думаю много полиции прям на каждых перекрестках они это все контролируют я думаю за того что люди турки жители мерсена они выходят на улицу и как-то в общем тусуются здесь поэтому наверное много машин на улице потому что вчера не так много было машин но чисто у них здесь красиво поэтому даже если у вас нет яхты вы можете просто так сюда приехать здесь погулять пообедать поужинать цены у них ресторанах у них здесь демократичные вообще то есть здесь можно поужинать пообедать даже меньше чем у нас в алмате заплатить и еда будет вкусно и такое ощущение что это военный какой-то вертолет что ли кто разбирается вертолетов напишите пожалуйста чудеса вертолет надеюсь нас бомбить не будут а то тут ближний восток рядом с иракскими номерами машины ездят range rover и и сирия и вообще все такое чем дальше я еду на восток чем дальше я еду немного северней тем прохладнее становится и люди уже теплее одеваются возможно сама по себе просто погода портится потому что уже начало декабря вот сумочки можете купить себе любимые свои кто любит сумочки прям много-много-много таких ресторанов и обычно в таких ресторанах ну нормальные цены ну да турки выходной день они выходят на улицу с семьей проводят много времени вместе я не знаю может быть у них каждый день здесь конечно так но вот рестораны эти прям не заканчиваются я не могу сказать что здесь прям такая шикарная марина роскошная с какими-то яхтами очень дорогими как примеру в ниц и там или еще где-то но такая уютная марина она огорожена вот здесь есть такая оградка небольшая и поэтому прям вплотную к яхтам подойти не получится ну все равно вот здесь чайки кайфуют в общем такая у них здесь гармония доктор есть лана прачечная есть фитнес-центр бассейн есть офис еще один торговый центр рестораны амфитеатр есть и парковка кстати украинские номера я бы удивился если бы это были были бы турецкие номера потому что как правило вот сколько я катаюсь по турции но вот еще марседес марседес и porsche это наверное это турецкие номера да вот сколько я по турции катаюсь это наверное вот первая машина дорогая с турецкими номерами которую я заметил как правило это наверно скорее всего там русские или наши с казахстана ребята и в общем что я хочу сказать что сколько я катаюсь по турцию они в основном вот таких машинах ездят 99 процентов и может быть там когда-то можно где-то встретить ну машину которая стоит там больше 50 тысяч долларов здесь они как-то я не знаю то ли не не выделяются то ли здесь среднего класса больше и меньше вот этих всех богачей может быть они где-то в стамбуле ну да наверное мерсен это такой город что здесь в основном средний класс и вот это южное побережье классно даже просто прийти погулять я думаю можно уделить время островок роскоши модные люди очень красивые и все что с этим связано я думаю в любом городе так или иначе возле марины будет такая вот концентрация разного всего красивого и интересного ну красивого в том плане что какие-то здесь наряды украшения и так далее вот вон там девчонки проверить спрашивали хотели чтобы я им показал qr-код но я сказал что у меня его нет и проехал дальше там дальше можно припарковаться платная парковка для марины а а вот сюда я заехал никаких знаков о том что нужно что-то заплатить нет я честно говоря даже не удивлюсь что здесь бесплатная парковка будет потому что ну стараются как-то в турции делать все для людей вот такая вот большая парковка и по всей видимости она бесплатна да друзья я так понимаю все-таки какие-то здесь демонстрации проходят в мерсении потому что вот люди с красными флагами потом здесь все перекрыто google весь красный google maps вот девушки здесь регулируют движение как я вам уже говорил это у них такая форма белые шапочки бывают в очках еще встречаются девушки у нее там еще пистолет есть и блондинки бывают еще вот такие вот это полицейская девушка папа полицейский я должен был вообще туда ехать но здесь все перекрыто сегодня воскресенье очень много полиции я думаю да все таки здесь какие-то проходят демонстрации я не знаю против чего они протестуют и вообще зачем они это делают но честно говоря мне даже это не интересно потому что я очень далек от политики летает вертолет я не знаю это военный вертолет или нет короче говоря буду я убираться с этого города потому что я и так не люблю большие города тут еще плюс ко всему эти пробки демонстрации чем это все может закончиться я короче говоря не хочу здесь этот эксперименты ставить видите google maps не может понять что происходит почему здесь все закрыто и почему я не еду туда куда надо ехать в общем я думаю я сейчас поеду на север и по северной дороге буду уже убираться с этого милого мерсена потому что потому что потому что вчера я здесь катался вообще ни одной пробки не было я спокойно проехал только вечером начались пробки примерно после пяти а сегодня суббота и вот красные вот флаги много микроавтобусов но я думаю это какое-то движение организованное протестуют против чего-то вот они все хотят туда на восток на юго-восток но перекрыли во первых одну дорогу которая проходит возле пляжа а вот вот эти вот дороги стоят я думаю правительство решили проще сделать они просто взяли подъездные пути демонстратор закрыли все еще что примечательно полицейские девушки такие кудрявые бывают иногда блондинки прям разные всякие казалось бы да вроде бы мусульманская страна а вот так много девушек полицейских в общем это все я так понимаю эпицентр где-то возле порта порта где я вчера гулял вот немного севернее вот здесь трасса с ним чуть-чуть севернее все уже никого нет нет ни одной пробки и можно ехать спокойно я вообще не видел ни в одном месте турции такого количества скопления полицейских видимо дать действительно какие-то демонстрации проходят в турции люди очень любят пить чай очень любят пить чай поэтому если вы путешествуете на машине если там проезжаете где-то на заправку заезжаете вы можете подойти к ребятам которые заправляют машину и сказать угостите чаем пожалуйста где у вас тут чай можно набрать и они вам либо сами нальют либо покажут день сами это набирают и на каждой заправке можно попить чай абсолютно бесплатно сделал чек-аут в отеле тоже и у них там ресторанчик такой небольшая кафешка я говорю у вас чай есть налейте мне чай пожалуйста а не он не налил полный большой стакан чая с собой все игру сколько он говорит нет что ничего чай бесплатно езжайте в анталию куда-нибудь в аланью за маленький вот такой вот стаканчик турецкого чая 10 лир возьмут касательно топлива я сейчас вот опять залил полный бак топлива и вот у меня в смешанном цикле трасса город примерно уходит 6 литров топлива я трачу на 100 километров своего пути это очень мало и я думаю это связано с тем что как бы топливо здесь много стоит до цены не низкие на топливо но она качественная мы платим не просто так если допустим мы в казахстане заливаем 95 бензин то он сгорает и ну как бы толку от него меньше чем от того бензина который мы заливаем здесь в турции я вот сколько раз путешествую по европе по турции по по америке я замечаю что топлива она намного калорийнее здесь но качестве и то есть она не просто так сгорает как в наших странах в северо-восточной части мерсена здесь очень много промышленных зон всяких разных какие-то заводы вот фабрики самолеты пароходы вот видите контейнера тут таскают текают и очень много разных фур вот ездит вот таких вот грузовиков и вообще я думаю северно-северно-восточная часть мерсена она скорее всего даже не примечательно ничем тут какие-то склады вот промышленность такое все если ехать в сторону адана есть акведук немного севернее в горах мост такой в общем я думаю будет интересно там на этом мосту снимали фильм про джеймс бонда 23 по моему координаты skyfall и прям очень много отзывов хороших любопытно мне тоже стало посмотреть а 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 и Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Друзья, проезжаю городочек ничем не примечательный Тарсус Через 50 километров будет следующая моя достопримечательность Что хотел бы отметить Вот я разные города проезжаю в Турции Побольше, поменьше И вроде бы они какие-то такие, ну в принципе небольшие И вроде бы население здесь небольшое Но можно встретить в них достаточно современные здания Я вам хочу сказать Вот как бы здесь вроде бы есть такие, да, вот старенькие домики Но и тут же рядом многоэтажки они строят Вообще экономика Турции достаточно сильная Нужно отметить Здесь у них нет зимы Они могут себе позволить в принципе строительство целый год И стоимость строительства И естественно у них нет вот этих всех затрат на отопление На утепление И все вообще что с этим связано Но еще не нужно забывать, что Турция располагается на территории Во-первых, Византийская империя, какая здесь была номер один в мире А потом еще плюс ко всему Османская империя была И наследие, конечно же, древности еще Здесь самые величайшие империи мировые располагались Субтитры создавал DimaTorzok Между городами Мерсен и Адонах к северу в горах Есть вот такой весьма любопытный мост интересный в горах Этот мост построен из камней, я так понимаю И это мост железнодорожный Если съехать с трассы, то примерно минут 30 сюда займет дорога И примерно столько же назад То есть примерно час можно смело заложить на эту достопримечательность Я приехал и уже темнеет сегодня еще пасмурная погода Поэтому ну вот так вот Сейчас попробую позапускать дрон Здесь тоже кругом обрывы Как в Турции это любят Такие прям обрывы серьезные Раньше еще вот здесь тоже мост был, но его сломали Его строили немцы В то время до Мерсена довозили строительные материалы до порта Цемент, все такое И потом это все на верблюдах тащили сюда Сколько здесь километров, я даже не знаю И очень много здесь рабочих работало Для них специально построили здесь медицинские, всякие столовые, гостиницы Вплоть до того, что даже у них кинотеатр был, представляете, сто лет назад Но, к сожалению, 20 или 30 человек погибло при строительстве этого моста Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот здесь дороги такие, видите? Прямо проходы прорублены в скале И там укреплены они тоже камушками Да, вот видите, их прямо здесь несколько этих проходов Которые прорублены Ну, я думаю, равнодушным вообще никто не останется Детям вообще здесь будет интересно полазить в таких вот проходах пещерных Сюда прямо на фотосессии приезжают люди Вот здесь есть информация, друзья Варда Бридж, Варда Бридж, Виадукт В девятнадцатом веке он был построен Видите, какие здесь обрывы? Там внутри дорога проходит И вот так туда потом по кругу Не зря режиссеры Джеймса Бонда выбрали этот мост Здесь снимали фильм про Джеймса Бонда Skyfall, координаты Skyfall, по-моему, 23-е Почти 180 метров длина И, ну, сто лет назад было построено Я думаю, с учетом того, что по нему тяжелые поезда ездят Он заслуживает вашего внимания Такие в горах это, такие виды красивые Я думаю, если будете ехать в Адану Или, наоборот, в Саданы То заехать стоит сюда Посмотрите, вот здесь горы разные, скалы вот такие вот красивые Дорога здесь такая, достаточно извилистая Серпантин, горная дорога Но оно очень красивое Много зелени И постоянно-постоянно картинки меняются Это не как по полям где-то ехать По желтым, там, по оранжевым Только степь, видите, все Здесь и скалы такие красивые И зелени много В общем, дорога такая интересная Вот лишний раз убеждаюсь, что надо пораньше просыпаться и ехать Сегодня долго спал И вот посмотрите, сейчас уже 5 часов у нас всего лишь здесь И уже темнеет Уже сумерки такие То есть машина уже автоматически фары включает Поэтому, когда путешествуете, старайтесь, конечно, лучше выезжать пораньше Пораньше выехали и больше увидели Друзья, давайте покажу вам номер, где меня сегодня поселили Здесь также, в принципе, все есть у них Все самое необходимое Чистенький номер Белые простыни Хорошо у них здесь убрано Видите, отопление даже уже есть Потому что северная часть Турции Чайник, тапочки Все самое необходимое Мини-бар платный будет Поэтому надо будет сейчас в машину за водой сходить И можно чай пить спокойно Цены примерно везде одинаковые 300-400 лир Можно поселиться в Турции в это время Сейчас спокойно Вот в таком вот отеле Это 4 звезды отель Субтитры подогнал «Симон»